Своим президентом Россия выбрала Владимира Путина. Выборы стали важным событием в жизни каждого жителя Тверской области. Люди шли голосовать как на праздник. Занимали очередь перед открытием избирательных участков. Молодожены после торжественной церемонии бракосочетания совершали свой выбор. Избиратели старшего поколения демонстрировали пример ответственной гражданской позиции молодежи. Тему продолжит наш корреспондент. Выборы президента нашей страны впервые в истории проходили в течение трёх дней. Избиратели могли реализовать своё конституционное право с 15 по 17 марта во всех регионах страны. Явка рекордная. Она уже оказалась выше даже прогнозируемой. Более 74%. Выборы президента России прошли в атмосфере беспрецедентного народного единения. Об этом свидетельствует и наш опрос, проведённый в понедельник 18 марта. Знаменательное событие и так далее и тому подобное. Но уже когда идёшь с определённой целью, уже знаешь, что как, уже свой выбор сделан. Это вполне обычное, обыденное, получается, представление о своей жизни, представление о том, как должна развиваться город, как должна развиваться страна. На выборы, конечно, ходили. С каким настроением? С хорошим. Так вот все дружно идём, я не знаю. Наверное, конечно, да. Надо, конечно, всем дружно идти. И, конечно, и вот большой процент. Поэтому, наверное, и показали выборы. Я только, конечно, Путина, чтобы его не поддерживать, я вообще даже не могу понять людей, которые вот это не совсем, ну, есть такие, я знаю, недопонимают как-то, что более у нас такого не было. Вообще за всё время моего существования такого руководителя, знающего, такого умного, так отвечает на эти вопросы. Ну, не было и не будет, я думаю. Свою политическую позицию обязательно точно нужно заявить. Атмосфера замечательная, хорошо организована. Мне очень понравилось. Что удивительно, было много молодых граждан России в возрасте до 30 лет. Для многих, возможно, это было первое голосование. Считаю, что будучи гражданином, нужно обязательно прийти проголосовать. Ну, я думаю, да. Судя по тому, какого народу было. И судя по тому, какие показатели там в итоге-то получились. Остальные кандидаты, это как бы оставляет желать лучшего, проще говоря. За Путина, если бы я голосовал за другого, я бы здесь не был, наверное. Человек, который действительно является пока единственным гарантом нашей стабильности. Поэтому у нас другого альтернативы, я считаю, что нету. Путина, естественно. Почему именно за него? Сильно руководитель, уважаю, ценю. Тенденцией нынешних президентских выборов стала небывалая активность избирателей. Общаясь с волонтёрами в своём избирательном штабе, Владимир Путин заявил, что проделанная в ходе избирательной кампании работа позволит России стать крепче, сильнее и эффективнее. Владимир Путин подчеркнул, что из голоса каждого гражданина составляется единая воля народа страны. Важен выбор российского народа. Я опираюсь на российский народ и работаю в интересах этого народа и нашего государства. И я очень благодарен гражданам России за поддержку. К жителям Верхневой же обратился губернатор Игорь Руденя. По предварительным результатам с огромным отрывом лидирует наш президент Владимир Владимирович Путин. Это особенно важно сейчас, когда против нашей страны ведётся гибридная война со стороны коллективного Запада. Для России это не новое явление, подчеркнул Игорь Руденя. Для обеспечения независимого наблюдения за ходом голосования на выборах президента, открытости и гласности процесса, предотвращения нарушения избирательного законодательства, Верхневой же 15 марта открыли Центр общественного видеонаблюдения. Как председатель общественной палаты могу сказать, что именно в этом году, при формировании Института общественных наблюдений, мы сосредоточили все лучшие практики общественного наблюдения, какие мы вырабатывали за последние годы. Через Центр общественного видеонаблюдения в режиме реального времени велась трансляция из участковых избирательных комиссий, где установили специальное видеооборудование. Таких избирательных участков в Тверской области 430. На них зарегистрировано более 70% избирателей региона. В работе Центра задействовали членов Общественной палаты России и Тверской области, Совета при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, волонтеров, студентов. Задача, во-первых, поддержание легитимности выборов, во-вторых, поддержание волеизъявления граждан в части тайного голосования, обеспечение конкретных мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья, кабинок и так далее. Что я хочу отметить, что особенно радостно, я сегодня услышала, что большинство ребят, наблюдателей, это молодые люди. И сегодня здесь наблюдатели, которые смотрят за видеотрансляцией, это все студенты наших университетов. Депутат Госдумы Российской Федерации Юлия Саранова подчеркнула, что благодаря работе Центра, присутствия на участках общественных наблюдателей, легитимность выборов не вызывает сомнения. Впереди Тверской области и всю страну, как сказал Владимир Путин, ждет большая работа. И результаты голосования — это отличный показатель доверия людей, их уверенности в том, что все задачи будут выполнены.